Привет, Теннис, Николай Шамс, поднялся. Сейчас говорим про финальный матч открытого чемпионата США среди женщин Сирена Уильямс. Бьянка Ванесса, Андриеску встречаются второй раз в карьере. Первый раз встреча завершилась со счетом 0-0, грубо говоря. 3-1 повела Андриеску, снялась Сирена Уильямс. Это было в Цинценате пару недель назад. Захочет ли Сирена отыграться? Понятное дело, что да. И вообще катком, на самом деле, по всем своим соперницам Сирена идет на этом турнире. И чувствует себя очень уверенно, передвигается намного лучше, чем полгода назад. Ну вообще она в игре, на самом деле, набрала очень свою хорошую стабильную форму, мощную. Мощный форхенд, мощный бэкхенд, ну разнообразие укороченное. Все при ней, на самом деле, никаких у меня сомнений в том, что Сирена, наверное, наверное, я очень сильно хочу подчеркнуть это слово, заберет титул здесь в США. Но, несмотря на то, что Андриеску, 19-летняя, очень молодая теннисистка, физические данные у нее прекрасные. Игровое мышление у нее присутствует, тоже так же пользуется она и укороченными, и как-то с лету играет разнообразно. Умеет себя вести, показать на корте. Мысли, мысли, мысли. 1,4 коэффициент на победу Сирены Уильямс. Это, на самом деле, как по мне, учитывая то, именно как Сирена идет по турнирной таблице, только с американкой Макнелли у нее было 3 сета. С остальными всеми у нее идет просто вынос. Светолину она выиграла 6-3, 6-1. Ну, у Андриеску пару раз были тоже затруднения. 3 сета она сыграла. Потому что у нее все-таки не такая мощь, как у Сирены. И, вы знаете, я все-таки хочу сказать, что наверняка очень много народу нагрузит сейчас за 1,4, потому что коэффициент такой огромный. Это же Сирена Уильямс, она должна победить. Но в последнее время я хочу напомнить вам о том, что в финале Уимблдона Сирена была абсолютно точно фаворитом. И что-то с ней произошло абсолютно нелепое, непонятное. В финале Цинценати никто ничего не ждал, никаких проблем. И в итоге Сирена, не доигравший матч, снялась, сыграв всего 4 гейма. Я второй раз об этом говорю в этом видео. То есть финальный матч, в том числе и поэтому, да, я всегда себе напоминаю, что финальный матч это очень опасное дело. И за 1,4 очень много людей сейчас наставят на Сирену, потому что она должна победить, потому что она дома, потому что она чувствует себя просто прекрасно. Да, я с этим согласен. Скорее всего она победит. Но я предлагаю вам чуть более, наверное, рискованную ставку, но коэффициент здесь побольше. И финал я не люблю, поэтому не более чем полпроцента от вашего игрового банка или 1, я не знаю. В общем, очень мало на это можно поставить исключительно ради проверки. Проверки для того, чтобы было интереснее смотреть. Но Total Ace в 10,5 больше за коэффициент 1,96 здесь смотрится лучше, как по мне. Бьянка Ванесса Андриеску играла с Белиндой Бенчич, хорошо принимающий игрок. Сирена Уильямс играла со Светолиной, тоже хорошо принимающий игрок. Подала Сирена 6 эйсов, Андриеску подала 7 эйсов. Получила 2 эйса Андриеску от Бенчич, но Бенчич не сильно, скажем так, не обладает какой-то хлесткой подачей. Эллина Светолина подала, если не ошибаюсь, 5 эйсов Сирене. Я считаю, вероятность приличная от того, что этот Total Ace будет пробит. Самое главное, чтобы матч не закончился слишком быстро. Но хотя, с другой стороны, Сирена со Светолиной сыграли со счетом 6-3, 6-1. И тем не менее, наколотили в этом матче 11 эйсов. За такой коэффициент, я считаю, рационально взять это, нежели просто нагрузить там вабанком еще что-то на победу Сирены. И еще раз, в третий раз, да, я считаю, что Сирена, скорее всего, победит. Ну, слишком уж все выглядит для нее прозрачно, хорошо и легко. И плюс это домашний турнир, где она, ну, просто при максимальной поддержке публики, несмотря на все эти плохие воспоминания, там, еще с 2009 года. Ну, в общем, вы все знаете, как она иногда себя вела. В любом случае, домашняя публика, она поддержит Сирену всегда. Поэтому ждем победы Сирены, наверное. Но я бы хотел сенсации, разумеется, как и многие-многие другие. Хотел бы, чтобы у Андриеску получилось забороться. Может быть, по плюсовой форе, может быть, как-то еще. Но все эти варианты для ставок я не рассматриваю, потому что, ну, от Сирены можно, опять же, ожидать выноса. Также ожидать непонятного какого-то съема с матча. Еще раз резюмирую. Тотал эйсов 10,5 больше за коэффициент 1,96. Ни в коем случае не советую ставить на финалы более чем 1% от игрового банка. Лучше вообще на финалы не ставить. Всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, если понравилось. Если не понравилось, можете ставить дизлайк, но лучше не надо. Пока. Самое главное, спонсор канала, букмекерская компания Malbet, где вы можете делать ставки по высоким коэффициентам, где есть удобное мобильное приложение, удобный интерфейс сайта для того, чтобы делать ставки с компьютера. Скачивайте по ссылке в описании, где есть специальный промо-код для подписчиков моего канала на получение бонуса до 9100 рублей. Ставьте, пополняйте счет, играйте не на свои деньги, всегда будете в плюсе. Всем удачи. Пока.